итак всем привет всех с прошедшими праздниками надеюсь новый год у всех начался удачно и так сегодняшнее видео посвящено вашим предложением а именно я хочу воплотить в жизнь два ваших предложения первое это во первых мы будем плавить алюминий опять так первое это все-таки наконец-то я решился и перед заливкой помешаю для дегазации алюминий расплавлены березовой веткой но палкой то есть вот это точно береза попробую ну и вторая основная идея сегодняшнего видео мне раньше приходило в голову но я ее отбросил так не задумался сильно что это может получиться но потом в комментариях два человека мне написали что для увеличения теплоотдачи и так далее нужно огонь сделать чтобы он закручивался в топке ну в печи и короче я решил сделать вот такую вот штуку спиральную она будет вставляться в печь в нее уже будет вставляться тигель вот такая вот штука будет пока здесь все свободно но это экспериментальная так что сильно меня палками не кидайте потому что я подозреваю что процентов на 90 что у меня этот тигель после разогрева зажмёт здесь или шпильки поведет или сам шнек поведет что-то здесь все равно поведет у меня главный результат который я хочу получить засечь по времени быстрее расплавиться алюминий или нет вот и все если эта идея оправдает себя тогда можно будет уже переделать печь под больший тигель потому что у меня родной тигель в печь вставляю я по моему 100 112 миллиметров ширина а здесь 76 эта труба 76 то есть ну в родную печь которую я плавлю которую вы уже знаете наверно придется ставить спираль рассчитать тигель ну наверно наверно на этом этапе все что я хотел сказать можно перебираться к печи устанавливать разжигать лампу и пробовать плавить засекать время вот она моя печь кто не видел если интересно как устроена на канале есть видео о ней и так вот это теперь вставляется у нас что этот спираль вот так я вот этот вот край вот этот вот край подугадываю что в него как раз начинала бить лампа огонь подгадаю потом без камеры и далее просто вставляется только ни одной рукой все это делается и возможно мне после расплавки придется выдергивать но я же говорю это не не критично главное чтоб расплавился быстрее и напоминаю с подписчиком и также говорю новым зрителям что мне удалось в этой печи расплавить алюминий за 10 минут вот посмотрю сейчас если будет дольше 10 минут значит способ не рабочий все разжигая лампу начинаю плавить сегодня буду работать без штатива потому что 8 января а у нас впервые в этом году в ростове выпал снег и он еще идет ветер дует будет камеру задувать микрофон и поэтому буду снимать только вот так вот с рук кусками урывками все продолжаем так ну что лампа разгорается время у нас 11 17 ну пусть будет 18 я пока положил два кусочка только маленьких чтобы видеть когда начнет плавиться я не уверен будет его видно он уже начал плавиться а время у нас 23 минуты и 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 короче то что я решил повторить ваш опыт не зря красный тигель уже полностью на дне и алюминий начал плавится за пять минут два раза быстрее чем без этой вот спирали всего дальше буду выливать покажу дальше потому что сейчас я буду плавить его почти полный мне нужно длинную трубку залить алюминием там сильно шумно поэтому скажу здесь а потом пойдем туда покажу время 35 минут это прошло 17 минут получается у меня уже полный тигель заготовка это у меня отливается для дела то есть не просто так поэтому закину меди чтобы обрабатывалась все таки получше так и так все в порядке получилось ничего не произошло как я боялся тигель у нас спокойно выходит там еще остался расплавленная уже вот залил что мне надо трубку а этот заморозу здесь пусть остается пока в скором времени мне нужно будет отливать для шкивов заготовки короче все работает и отлично работает эта идея имеет право существовать то есть есть смысл делать так печь нагрев прям можно сказать моментальный за пять минут начал плавиться дюраль и за сколько за 18 минут по моему я наплавил вот этот тигель так носил сейчас остужу заготовку вы ну дальше пойдет токарка кому не интересно спасибо за просмотр и так в итоге вот что получилось вот такой стержень заливал трубу от пылесоса потому что мне нужна заготовка будет где-то 20-25 миллиметров получится 25 хорошо нет короче плюс минус 5 миллиметров надо будет мне заготовочку она сейчас 34 миллиметра так видимых раковины по большому счету нет более-менее гладенькая проточу посмотрю узнаю что внутри правда вот я плавил это слов то есть это первая переплавкой скорее всего будет погано потому что уже заметил что со второй переплавки когда он переплавишь остудишь разольешь там куда-то а потом опять плавишь тогда получается более качественная потому что здесь шлака было много но посмотрим береза сделал или свое дело сильно березы у меня помешать не получилось потому что идеально сухую палку в нашей местности насти невозможно влажность большая короче при опускании этой палки алюминий начинал кипеть потому что там была вода влага в палке ну немножко помешал не знаю может быть это помогло я говорю так визуально вроде нормально посмотрим что думаю остались самые стойки попробуем сейчас проточить торец если правда на такую длину играть не будет так вроде жестко поехали а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, чуть-чуть осталась раковинка... И вроде все, торец будет чистый... Так, ладно, не буду его трогать пока... Чуть-чуть налипла на резец, все равно... Ну, видите, да, стружка ломается... То есть медь свое дело делает... Сейчас я резец поменяю... Продолжение следует... Ну вот, я думаю, вам видно с первого прохода... Что все, раковин нет, да что-то ты уезжаешь, а... Свет мой поехал куда-то... Вот елки... Так, ладно... Нет раковин, только вот единственное, вот это дно... Чуть-чуть, ну это ничего, это все срежется... Значит, березка помогает... Потому что с медью я уже пробовал плавить, все равно раковинки были по краю... А вот береза... Даже небольшое количество... Ну, в смысле, я немного мешал... Я, можно сказать, опустил палку... Только начал мешать, она закипела... И все... И получилось так... Короче, или береза, или то, что заготовка тонкая... 34 миллиметра диаметра... Так, ну все, наверное, там, заканчивая видео свое... Потому что эта заготовочка у меня делается... На такую тему, которую YouTube не любит... Это я делаю себе на пневматику... А глядя на каналы... Рассказывающих о пневматике... Я вижу, что там рекламы совсем нет... Поэтому... Дальше изготовление я уже показывать не буду... Главное вот... Главное что... Теперь подводим итог... Вот эта вот спираль, которую поставил в печку... Она работает, действительно... То есть, алюминий начал плавиться за 5 минут... Хотя в этой же печи он у меня начинал плавляться за 10 минут... То есть... После нагрева... Через 10 минут он плавился... Сейчас 5... Отличная штука... Но с другой стороны придется переделывать полностью печку другую делать... Для того, чтобы тигель, например, побольше поставить... Или плавить этим... Ну, там буду уже смотреть... Много алюминия редко бывает нужно... Обычно... Вот, пожалуйста... 30-ти сантиметровая трубка... 34 миллиметра диаметра... Я ее залил... И у меня там еще треть, наверное, осталось алюминия внутри... Расплава... То есть хватает... Так... Ну и хватает, значит, болтать... Все... Ребят, мужики... Подписывайтесь на канал... Ставьте лайки... Советуйте... Потому что, как видите, я вашим советам следую... Я у вас учусь... По большому счету... Всем удачи... Всех с наступающим старым Новым годом... Пока...